Вода всемирного потока И раздвоилась в воздухе до срока Над грешной землей материков И чудаки еще такие есть Вдыхают полной грудью с ней И ни награды ждут, ни наказания И думают, что дышат просто так Они внезапно попадают в такт Такого же, прямого же дыхания Только чувства, словно кораблю Долго оставаться на плаву Прежде, чем узнать, что я люблю Что я дышу и живу Много будет странствий и скитаний Страна любви — великая страна И рыцарей своих, и испытаний Все строже будет спрашивать она Потребует разлук и расставаний Лишь и покоя, отдыха и сна Но вспять безумство не повторить Они уже согласны заплатить любой ценой И жизнью рискуя, чтобы не дать порвать Чтоб сохранить волшебную невидимую нить Которую нижними протянули Свежий ветер избранных поленит Снов сбивал, из мертвых воскрешал Потому, что если не любил Значит, ты не жил и не дышал Да, для многих захлебнувшихся любовью Не докричишься, сколько ни зови Бежит уже молва и пустословье Но весь отчет замешан на крови А мы поставим свечу в изголовье Погибшим от невиданной любви А я, а я влюбленным постелю Пусть звучит во сне и наяву Я дышу, а значит, я живу А значит, я живу Я люблю, я люблю Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дарья субтитры сделал DimaTorzok Дарья Семеновна Бояркина Здравствуйте Дарья Семеновна Бояркина Дарья Семеновна Бояркина Хозяйка этого дома Дарья Семеновна Бояркина Здравствуйте, я Настя, бедная племянница Дарья Петровна. А что делать, когда денег нет, приходится платить добротой? Ну что ты, ну что ты, Светик, успокойся, успокойся. Ой, разрешите представить, моя дочь Марья Петровна, она сейчас будет входить в образ. Присажь, Светик, ну присажь. Ах, ну боже ты мой, ну вот платья так и нет. Должны были принести сегодня, заказывала к нынешнему вечеру, а его до сих пор нет. Ах, я так зла, я так зла, как-то попила бы головой. Настя, Настя, Настенька, где ты? Я здесь, тетушка. Ах, боже ты мой, слава тебе, Господи. В голове все вздор, нет, что про матушке подумать. Ну так что, ты посылала к платью Маршан-де-Мот? Посылала, тетушка. Так что, платье готово? Готово. Ну так что ж не несут-то? Ну что ты там все мябришь? Ты можешь сказать толком? Так без денег не дают. Говорят, мы задолжали. Что? Вот вздор какой. Вот уж взяла сиротку. Благодарность-то какая, кормлю, отиваю. Она мне колкость еще говорит. Нет, матушка, не позволю забываться. Что? Сухари вертят. Ну вот уже сухари вертят. Ой, мороженое, апельсин. Ах, ни о чем не подумаешь. Спустить бы колечки. Да, Настя, вот так. А вы, маменька, платья к нынешнему вечеру не будет. Так я не выйду. Останусь в своей комнате. Скажусь больной, как вам угодно. Что ты? Что ты, Светик мой? Ведь платье заказано для нынешнего вечера. Вечер же я делаю для тебя. Такой прекрасный бал. Сегодня будут самые знаменитые жениху. Кавалеры. Так уж будь добра показаться им. Да, точно так и поедут. Так отчего ж они поедут-то? Ах, маменька, да потому что истинничий бал получше до нашего. Говорила я вам отложить. Да вы все хотите по-своему. Ах, Машенька. Пора мы уж тебе замуж. Сил уж моих нет с этими балами. Так вот, дорогая моя. Сегодня обозит князь Куртюков. Так уж будет добра, ему понравится. Девочка, он же старик. Фи, что ты мне грубить опять собираешься? Ну и что, что он старик? За тот день. Ах, боже, ты мой, деньги-то у него молодые. Алисмёновна, вам письмо. Пошел. Спасибо, быстрее. Больше скоро приду. Вот, вот от князя Куртюкова. Вот, вот. Не поедет, не поедет. Ах, да. Ах, да. Что? Вот вздор какой. Он, оказывается, не приедет и извиняется. Ну что я вам говорила, маменька? Ах, Светик мой, так что ж, князя-то Куртюкова не будет. Может, и платье уже не надо. Ах, маменька, что вздор, что вздор? Не будет какого-то там князя. Мне что, без своего платья, что ли быть? Си, маменька, в голове вздор. Так что, Машенька, я тогда пойду по деньге? Ну, идите, идите, маменька, да поскорее. Гости скоро приедут. Ну так я пойду посылать за платьем, да? Ну, уж поскорее. Ах, Боже, ты мой, вырастила себе невеста, одно только разорение. Ах, Боже, ты мой. Да, вот здесь еще, вот так. Настя? Да, Машенька. А в чем ты думаешь? Да так, не о чем. Вдор какой. Посмотри-ка, пристала ли мне эта прическа. Пристала. Очень пристала. Очень пристала. Правда. Ну, а ты что наденешь? Да я так останусь, меня никто и не заметит. Ты хоть бы ленту вплила в косу. Там у меня в шкафу много старых лент. Машенька, да ни к чему мне это. Ну, как хочешь. Дарья Семеновна дома. Машенька, какой стык. Ой, извините-ка, я здесь, наверное, кого-то испугал. Дарья Семеновна нет, так я понимаю. Нет, дома, погодите, я позову. Нет, 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 нет. Голубушка, не нужно никого звать. Повернитесь-ка правее. Бесподобно. А теперь повернитесь к Олимее. Прелесть-то какая. Голубушка, а сколько вам годков? Восемнадцать. А женихи у вас имеются? Нет. Что ж они, дураки, куда они смотрят? А подумываете ли вы, голубушка, о замужестве? Да что бы, мне некогда. Ну что вы, голубушка, я? Я, золотников, откупщик, человек, скажем так, разбогател. Правда, речь у меня немножечко резка, но я, голубушка, имею в вас полный интерес. Вы? Ну что вы, ну что вы. Во-первых, мне уже пятьдесят восемь лет. А во-вторых, моя физиогномия достаточно-таки невзрачна. А в-третьих, голубушка, у меня жена в тамбове сидит. И я, понимаете ли, голубушка, привез сюда своего сына, Александра. Саша мой малый и добрый, только вот, понимаете, у него сердце такое нежное. Но вы ведь, голубушка, не любите. Никого. Вот и не любите. А с Александром своим я вас обязательно познакомлю. Только дайте обещание, голубушка, что вы понравитесь друг другу и слюбитесь. Погодите. Давши слово, обещание его нужно держать. А вашего сына я совсем не знаю. Так проблема, голубушка, он в гостиной дожидается. Я сейчас немедленно пойду его позову. Саша! 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 Зайка этого дома. Переменилась такая. Раньше талия была в рюмочку, а теперь, слава тебе, Господи. Дарья Семеновна, узнаете ли вы меня? Нет. Ой, Дарья Семеновна, а припомните-ка? Нет, пардон. Разрешите вам задать один вопрос, Дарья Семеновна? Ну, давайте. Поигрываете ли вы еще на фортепиано? Их, батюшка, куда же там мне и на фортепиано? А помните, Дарья Семеновна, в девятнадцатом году в Казани? Дарья Семеновна, в девятнадцатом году в Казани, в девятнадцатом году в Казани. Дарья Семеновна, в девятнадцатом году в Казани, в девятнадцатом году в Казани. Дарья Семеновна, в девятнадцатом году в Казани, в девятнадцатом году в Казани, в девятнадцатом году в Казани. Дарья Семеновна, в девятнадцатом году в Казани, в девятнадцатом году в Казани, в девятнадцатом году в Казани. Дарья Семеновна, в девятнадцатом году в Казани, 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 в девятн Теперь мы стали скучными, теперь мы стали пить. Теперь мы, теперь мы, теперь мы стали пить. А смесь многогрешный, да, Ресмён? Ну да, переменился немного, конечно. Раньше здесь ничего не было, да появилось. А здесь, Дарья Семённа, было много, да ничего не осталось. Ах, Василий Петрович, а так я вам кажусь стара, как вы мне. Да бог с ним, что об чём это там. Так об чём это мы с вами разговаривали? Да вот, приехал в Петербург. Да. Дерешки есть. А какие? Дарья Семённа. Понимаете, сына хочу женить. А много ли у вас детей? Дарья Семённа, один. А женаты? Нет. Ещё холостой. Ещё холостой. Ещё холостой. Ах, присаживайтесь, Василий Петрович, присаживайтесь. Ах, присаживайтесь. Настя. Очень любезно. Посмотри, сожженыли свечи в костине, да подай на стол. Ах, так пиша, о чём это мы разговаривали, Василий Петрович? Эээ, так вот, Дарья Семённа, об сыне моём. Ах, да. Женить я его хочу. Вот, понимаете? Вы знаете, Василий Петрович, нынче в Петербурге девушки пошли нити. Как выйдут замужем, так сразу ведь может воспитание нет. Вот и я могу похвастаться своей дочерью. А, да-да, я, Дарья Семённа, разговаривал с ней в гостиной. Ах, ну что вы, Василий Петрович, это бедная сиротка. Ну, я же мать, ну вот, держи из милости. Ну вот, моя дочь, так уж могу похвастаться. Так приготовлена, так приготовлена. Маленька! Да, слитик мой? Платье принесли. Сейчас иду. Ах, Василий Петрович. Дарья Семённа, вот это как раз так и надо. Ой, Саша малый и добрый. Да. Вы знаете, да, сердце у него такое нежное. Что вы говорите? Как сказали им, что у него есть два миллиона. Два миллиона? Ну да, два миллиона. Так, понимаете, он за каждой юбкой бегает. Вот была у него в Тамбове интригантка одна. Что вы говорите? Так, Дарья Семённа, благо, что курса подвернулся. Знаете, надоело мне всё это. Я за него, Дарья Семённа, и сюда, в Петербург. Ведь уже, скажем так, по старой памяти помню, что у вас есть ночь. Так, знаете, Дарья Семённа, не мы, так может быть, дети наши на детей полюбуемся. Ах, ну что старое припоминать-то, Василий Петрович? Дарья Семённа, не припомнишься? Подлинно. Ну, на детей, я вас уверяю, мы ещё полюбуемся. Дарья Семённа, разрешите поцеловать вашу ручку. А ну, пожалуйста. Дарья Семённа, разрешите задать нестребный вопрос. Вы табак давно нюхаете? Ну, Василий Петрович, помилуйте, что вы. Только для глаз, только для глаз. Дарья Семённа, разрешите задать нестребный вопрос. Вы табак давно нюхаете? Ну, Василий Петрович, не будьте так строги. Я сейчас вам приведу мою Машеньку. Иду, иду, ангел мой. Боже мой, что за перемена? Я тридцать лет воображала на ней, как о прежней красавице. А здесь не узнала меня и дёрнула меня, чёрт, приехать в этот Петербург. Ах! Ах! Право! Хуже о полевухе, как не видавшись тридцать лет, найдёшь в развалинах старухи любви восторженный привет. Ах! Даша, Даша, в прежние годочки с тобой встречались мы и так. Тогда ты нюхала цветочки, сейчас ты нюхаешь табак. Ах! 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 Какая тужа тужа, талия, волосы, батюшка, я влюблён! Влюблён, влюблён, совершенно влюблён. Чтобы тебе можно видел... Александр, да погоди, измял всего уже. Саша. Да? Мы ошиблись. Как ошиблись? Это не она. Как не она? Она, она, она и еще раз и она. Я не хочу, чтобы она была не она. Саша, это не дочь. В смысле не дочь? Ну, не родилась же она без отца. Или без матери. Ну, отец же у нее был, да и мать была. Чья же не будь она дочь? Я тебе говорю, что это бедная племянница. Да, хоть бы и дядей она была, но ты мне ее сам выбрал. А слово отцовское закон. Саша, но ведь я тебе пророчил другую. Вот и не хочу другую. Да тише, ты слышишь? Кажется, она идет сюда. Пущай мне, пусть я не идут, скажи, чтоб не шли. Ты только взгляни. И глядеть не хочу. Вот, прошу любить да жаловать. Моя дочь, Мария Петровна, здесь же сравнение. Вы знаете, такая скромница. Я ей говорю, Маш, в твои-то лета не дома она досидел, поискать светских удовольствий. А она говорит, нет, матушка, в мои лета надо сидеть дома, читать книгу, увлекаться вышиванием, быть доброй девушкой. Вы знаете, я ей и ключи отдала. Пущай привыкает. Сегодня одна, завтра и сама домку будет жить. Дарья Семеновна, очень приятно. Разрешите представиться, мой сын. А Александр, да клоняйся же ты уже. Дарья Семеновна, очень приятно. Очень приятно. А давно вы приехали? Да. А долго ли вы собираетесь здесь пробыть? Нет. Отчего же? Так, ах, маменька, ваши вопросы очень нескромные. Может быть, им неприятные? Ах, Машенька, куда уж им нет, а знать, как с молодыми людьми разговаривать. Это уж ваши привилеги. Ах, пойдемте, Василий Петрович, пойдемте. Пусть молодежь сама поговорит. Да. Может быть, они быстрее сговорятся. Проходите там в Будуар. Два миллиона не забудь. Проходите, Василий Петрович, проходите. Да. Не угодно ли садиться? Что ж? Не угодно ли садиться? Нет, зачем? Как вам нравится наш Петербург? Петербург, что ли, город известный. А в Пассаже уже были? Бывал, Давича, подовые пироги ел. Вам нравится? Пироги, что ли? Нет. В Пассаже. Приятное гуляние. Братьев мальчугиных слышал. А в балете уже были? Что вы, да для балета нет билета. Говорят там, что там в Пани Эльсьер возьмет пиро, да и давай писать. В театр, правда, заходил на Мартынова глянуть, но, браво, я бы сыграл не хуже его. У нас в нынешнем году славная опера. Говорят. Вы сами, может быть, музыкант? Играю немножечко. На фортепианок? Преимущественно на Волторне. Какие у нее глаза? Глаза-то у нее какие? Где были мои глаза, что я не заметила ее в вас? А вы, может быть, поете? Ну, немножко. Не знаю. Смели вас просить? Что? Не знаю. Смели вас просить? Как? Не знаю. Смели вас просить? Ободрите, пожалуйста. Дайте послушать. Ну, разве только для вас? Для вас. Она сказала, для вас. Для меня. С удовольствием. Только вы аккомпанируйте, пожалуйста. У меня тут новый роман. С большим удовольствием. Скажи, о чем в тени ветвей, Когда природа отдыхает, Поет весенний соловей, И что он песней выражает, Что тайно всем волнует кровь. Скажи, скажи, какое слово Знакомо всем и вечно ново. Любовь, любовь, любовь. Скажи, о чем наедине В раздуме девушка гадает, Что твоим трепетом во сне Ей страх и радость обещает. Недук-то странный назови, В котором светлая отрада, Чего ей ждать, чего ей надо, Любви, любви, любви. Когда от жизненной тоски Ты утомленный измываешь, И злой печали вопреки, Хоть призрак счастья призываешь, Что ослаждает жизнь твою. Ни телезвуки, ни земные, Когда услышал ты впервые. Люблю, люблю, люблю. Что за голос? Что за голос мы влюблены? Совершенно влюблены. Теперь я буду самым несчастным человеком, Коль вы не позволите надеяться. Как надеяться? О, вы разве не знаете? Когда-то давно мой старик Был влюблен в вашу старуху. Маменька, тот же? С Даней мне никогда не говорили об этом. Да, они об этом никогда не говорят. Понимаете? Мы приехали сюда для чего? Вот мой отец хочет для меня счастья. Ну, как бы я и сам хочу для себя счастья. Кто не хочет для себя счастья? Ну, дело тут-то не в этом. Хотите ли вы моего счастья? Я завершу от маменьки. Дело здесь не в маменьке, Чёрту маменьку! Маменька, вот, Усла, вы мне скажите лишь одно. Можете ли вы любить меня? Почему же и нет? Я стану самым счастливым человеком. Я вас буду так любить, Так любить, как никто никогда не любил. Да и любить не будет. Ну, вы права. Вы странный человек, однако послушайте. Маменька сегодня устраивает для меня танцевальный вечер. А вы хотите, чтобы я танцевал с вами? Ну, шизуайте, как сумею. Ну ладно, всё равно. Только, видите, у меня нет букета. И? Оно в моде иметь в руках букет. Вы не понимаете? Нет. Ну, так я вам объясню. Ступайте за букетом, но только из живых цветов. Так, а куда же я пойду? Да это уже, куда хотите. Гости скоро придут. Отлечите вашу ручку. Что за ручки просто чудо? Целовать бы век готов. Ну, ступайте, уже плавка у меня принесите цветок. Что за странности такие? Вам в букете что за фрог? Вам на что цветы чужие? Сами лучший вы цветок. Борочушка! Бороч, чуть не спел с ног. Да, да, борочушка! Я влюбился! Нет! Я переродился! Переродился и жену цветов! Боже, да! Да что с тобой? Борочушка! Я влюбился! В кого? Голоса! Талия! Волосы! Ты же как-нибудь... Да погоди, что ты! Ты объясни мне, в кого? В Настеньку? Да нет, в Машеньку. Для всех она Мария Петровна, А для меня... А для меня, Машенька... Погоди! А как? Как она поет? Батюшка, ты слыхал меня? Нет! Вот, и я не слыхал. Именно так она и поет. Все! Решено, батюшка! Я куда... Куда едешь? Куда едешь? Как куда? Она желает букеты живых цветов? Поезжай сам! Нет, батюшка, я пропаду. Все! Давай! Давай, 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 давай! Погоди! Одевайся! Объясни же ты мне, что происходит! Дорогой, дорогой тебе все! А дорогой, дорогой, что я не помню? Дорогой, 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 дорогой! Это бувар, ваша матушка, конечно! Бувар, маменька! Какая разница! Подумай только, у генеральшая Клебова и дочь такой же. Как в Петербурге люди живут! А вы давно здесь не бывали? Пятнадцать лет! Шутка ли сказать? Да... Но, надо признаться, дорогонько тут у вас. Ну, так не дешевенько, конечно. Это ж подумать, говядина, филей, тридцать четыре копейки! А квартиру такую дадила, в тамбове стрягче не захотел бы жить. Куда ни взгляни, везде такая шарике. Шахти, маменька! Присаживайтесь, Сакрафена Григорьевна, присаживайтесь. Вы же платившие-то дома или в магазине? Конечно, в магазине! Сога, сейчас видно, что дома. А пелевинку вы где брали? Посажем. Ну, очень мило. Ах, Сакрафена Григорьевна, а поигрываете ли вы еще в карточки? Да так, по маменькой. Пурселепутен. Пурселепутен, маменька! Какая разница! Еще игра, такое название интересное. Вистпампадабур? Пампадур, маменька! Да какая разница! Ой, вы знаете, Дарья, Агафина Григорьевна, нынче балы начались. Вы, может, выезжаете? Ой, да до беду, Катенька моя заболела. Хорошо, что натура крепенькая опасалась. А то доктор боялся, что будет рецептатив. Рецептатив, маменька! Да какая разница! А где же ваша комната, Мария Петровна? И там, с лей стороны. Ой, позвольте же полюбоваться. Пойдемте, Аграфена Григорьевна, пойдете. Катерина Ивановна, идемте. Идем, Катя. Иду, иду. Я так плохо либо, правда? Хорошо. Какая манерная эта ваша махшенька. Подумаешь, живет в Петербурге. Чего надо задирать? А я что, хуже? Ничем не хуже. Совершенно ничем не хуже. Пусть мне все плавишь 17 лет. Лучше в столице, в столице нет. Ты в Петербурге, друг, спроси, спроси любого О том, что нету лучше категориста пола. Все потому, что в Синий Хлеб Агент сложил скорость и крит. Я поведала из-за того, что в Синий Хлеб Агент сложил скорость и крит. В Петербурге, друг, спроси любого Вот и букетец. Ну, сила достал. Катерина Ивановна? Александр Васильевич? Боже мой, с ней дурно. Помогите кто-нибудь, помогите. 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 Вы кричите. Пошла в упор. Опять. Что же делать? Корсет нужно рассыпать. Корсет так. Ножницы, ножницы. А ладно, зубами. А что вы делаете? Что вы делаете? Не подходите ко мне. Убирайтесь, прочь, глаз вон. Мало вам, что вы меня обманули, что после всех ваших уверений и обещаний вы бросили меня в сироту. Так что, я еще и виноват? Он еще и спрашивает, виноват ли он. Вы извергальный человек. Вы донжуан бессовестный. А что такое донжуан? Неважно. Отвечайте. Скажите, пожалуйста, вы приезжаете к нам в деревню, притворяетесь влюбленным человеком, ищите руки мои. И когда я, невинная, наивная девушка, Сила Ивановна, умоляю, не глядите на меня так. Когда я поверила в ваше предложение, уверяя вам участь свою, хоть к другу езжайте, не сказав ни слова. Словно вон. Нет, позвольтесь. Нет, позвольтесь. Поглядите-ка на меня. Тьфу, ты пропас опять похорошела. Нет, позвольтесь. Поглядите-ка на меня. Я вот что хотел узнать, кем именно вы хотели меня сделать. Как это кем? Я хотела сделать вас своим мужем. Скажите, пожалуйста, на кого вы похожи? Ну, я похож на Макушку. Нет. Скажи, я вообще не понимаю, почему мы с вами разговариваем. Нет. Вот я что, хотел узнать, каким именно мужем вы хотели меня сделать? Обыкновенным. Каким еще обыкновенным? Хотелось очень мне узнать бы, в какие именно мужья спустя недельку после свадьбы попал бы грешный с вами я. Все пополам уж он с мужьями, чем их Господь благословил. Но как, скажите, муж, вы сами гусара с вами выделил? Какого еще? Гусара? Как какого? А именно того гусара-ремонтера, который гостил у вас в деревне. Такой у меня братец. Какой братец? Тройбородный. Знаю я таких тройбородных братцев. Спасибо за такое понебратство, слуга покорный. Вы забываетесь. Нет. Я все помню. Ну что? И не изволитесь мне объясниться. Нет, ничего легче. Попробуйте. Нет, не буду. Катерина Ивановна, пожалуйста. Вы того не стой. Катерина Ивановна, я прошу вас. Ладно. Тогда слушайте. Помните Катьку Рыбникову? Рыбникову? Простите, так она Шабдотья. Да нет. Ту другую, сестру ее. Так вот гусар ей письма писал, а я их просто передавала. Он даже жениться на ней хотел. Как? В самом деле, Катерина Ивановна, дурак, я злодей! Чурбан, бейте меня! Терзайте меня! Не знаю, зачем мне эти гусары, там в голову лезвие! Катерина Ивановна, так вы, так вы невинны. Александр Васильевич, ну конечно. А впрочем, как вам угодно. Катерина Ивановна, умоляю, ну простите меня, ну, виноват я перед вами. Ну, умоляю, Катерина Ивановна. Я бедная несчастная девушка, я люблю гусаров, победить каждый сможет. Катерина Ивановна, ну, умоляю, ну простите, ну, понимаете, ну... Вы больше не будете ревновать? Конечно же нет, Катерина Ивановна. Тут дело лишь там, что... Бо-о-о! Бо-о-о! Что за перемены? Батюшка! Батюшка! Это она! Это она, Катерина Ивановна! Катя Тамбовская! Я! Я изверг! Я изверг рода человеческого! Гусарь, не ей песни, не ей песни, а другой Катьке Рыбниковой! А она, моя Катенька, любила да страдала меня! Любила да страдала меня! Да говорите по-русски! Она страдала да любила меня, батюшка! Все, решено! Я женюсь! Ты женишь на моей Катеньке! Да знаешь что? Женишь ты на ком хочешь! Сил моих больше нет! Значит так, я даю тебе четверть часа одуматься, определиться и решить, и доложить все в губернское управление! и ночью за брусом слушать жидом! Слышишь меня? Четверть часа! Батюшка, обними напоследок! Да сбежись от меня, сол! Вот так положение! Вот так положение! Решено! Я женюсь на Катерине Ивановне! Это моя священная обязанность! Но я просил руки Марьи Петровны! Я взволновал ее воображение! Что за девушка Марья Петровна! Прелесть! Очарование! Да и Настенька племянница! И на ней не дурно бы жениться! Вот так положение! На трех жениться не позволят! А одной! Одной мало! А еще батюшка с ножом в горло пристал! Ему-то просто было! Он женился на матушке, да и все! Вот так положение! Вот! Вот оно! Нежное сердце! Катенька! Настенька! Машенька! Машенька! Катенька! Настенька! Погибаю! Погибаю в рассвете лет! Настенька! Машенька! Катенька! Катенька! Настенька! Настенька! Ах, ну что вы! Как я так прикользна! Ну не могу налюбоваться на вашу Катеньку! Ну девушка, ну в полном смысле! Ой, старенька! Да что вам на чужих глядеть? Вы и Машенька, небось, не можете налюбоваться! Ой, да вы что? Вы говорили об диске, диральше от хлеба, Марья? Ну девушка, ну просто девушка! Ой, вы знаете, все при себе держала! А вы свое дома воспитывали? Дома, дома, Дарья Семеновна! Подумать только! Какие манеры! Словно век в светском обществе жила! Я уж тем довольна, Дарья Семеновна, что она с вашей Машенькой сдружилась! Вот месяц, как мы в Петербурге, а я нахожу, что моя Катенька много выиграла! Да и у кого перенимать, как у нее ваши Машеньки! Какие Валеры! Вот какой бонтон! Какая приятность! Какая ласка в разговоре! Я тебя не поздравляю! Я удивляюсь, как-то он до сих пор не замужил! Женихов на него себе и честь нельзя! Ой, графена Григорьевна! Вы знаете, было четырнадцать генералов, вы знаете, князь один был, да? Ой, ну что вы, ну я свою Машеньку не неволю, ведь есть же с ним жизнь! Хотя, я вам скажу один секрет! Я сегодня свою Машеньку сговорила, что не нужно! Вот вышел счастливый случай! А я Катеньку сегодня сговорила! Да что вы! Ой, вы знаете, моя Машенька выходит за богача! Ах, ну и в этом дело! Ну, просто человек хороший! Может, вы знаете, Александр Золотников! Что? Да, да! Вот вздор! Моя дочь выходит за Золотникова! Они обручены давно, а сегодня снова порешили! Нет, графена Григорьевна! Моя Машенька выходит за Александровну! Не Машенька! Сегодня свахался! А Катенька! Он просил ее руки! Здарей, Семеновна! Да! Ваша Машенька, конечно, очень милая девушка! Да! Да где ей сравниться с моей Катенькой? Оно хоть и не очень заметно, но всем известно, что ваша Машенька немного кривобока! Что? Моя Машенька кривобока? Да! Ах, а графена Григорьевна, а не с того ли вы это говорите? Что ваша Катенька? Да, на вате! Что? Да, да! Моя дочь на вате! Да! Моя дочь не салоп! У меня салоп на вате! А моя Катенька как родилась, так и есть! А платье она носит только для приличия! Ей обманывать некого! Так она не обманывает золотником, что недалекого, да и тот не хочет на ней жениться! Говорят, к вашей Катеньке гусар приставал! По моему трусу, да и бросил! А вы! Смейте, говорите-то мне! Вы! Да! Да всем известно, что ваша кривобокая влюблена была в итальянского певца! Срам, говорят, так в опере сидеть! Все смеются! Вы знаете, вот я вас верю не пускать ко мне! А я и сама не поеду! Вот и прекрасно! Мы из вас найдем слава! Да, свидание! Попрошу на выход! Генерал Шахлевова! И получше вас будет! И находится со мной удовольствие! Поверю за Катенькой! А верю вас! Не пускай ко мне в пол! Я и сама не поеду! Найдите с моей Машенькой! Не водит! Но он выйдет, женится на моей Машеньке! Ваша Машенька просидит в детском! Нет! Это ваша Катенька просидит! Моя Машенька просидит! Машенька просидит! Ничего не значит! Вот она! Вот она штука-то какая! Одна кривобока, другая она мача! Одна любит итальянца, а другая гусара! А меня хотят сделать дураком? Так вот, нет. Я дурачить себя не позволю. Я выберу третью. Ну, то есть, первую. Ну, не вторую, не третью, а вот первую. Да, в общем, какая разница? А, кстати, вот и она. Ой, извините, могу ли я к вам обратиться? Вы не сердитесь на меня? Да нет. Ну, признайте, что сердитесь. Да нет, ведь за что? Ну, я сперва уделил вам столько внимания, а потом стал заниматься совершенно посторонними делами. Ну, так что же? Эм, скажите, а вы не поете итальянский хари? У меня нет голоса. А у вас нет троюродных братьев? Нет. Не девушка очарования. Я торжественно предлагаю вам свою руку. Нет, вы точно больны. За доктора послать? Может быть, вы будете моим дождем? Чтобы мне некогда. Я имею серьезное намерение жениться на вас. Я бедная девушка, но дерзких шуток со мной не позволю. Я не шучу. Я имею серьезнейшее намерение жениться на вас. Так кто вам сказал, что я разделяю ваши намерения? Из чего вы вдруг взяли, что я выйду замуж за первого встречного? Я знаю, в Петербурге богатые женихи не боятся отказа. Но для меня есть в жизни, кроме денег, еще более важные вещи. И признаться, когда я наслышалась, что у вас есть два миллиона в гостиной, мне стало гадко. И как вы не можете понять, что для бедной девушки важнее человек, которого бы она любила и уважала? Да что эти два миллиона? Что эти два миллиона? Человек, я прав, они глупы, ну не дурак. Ну погодите, погодите. Вы найдете еще, не расстраивайтесь. Понимаете, все хотят моих этих денег. Эти два миллиона, два миллиона. Меня-то, меня-то самого никто не хочет. Ну, вы знаете что? Вам не сложно поманить только рукой, и все невесты Петербурга спрягутся. Так вы мне отказываете? Решительно. И не оставляете никакой надежды? Внималейший, говорила я с вами не из какого-то там кокетства, а из убеждения. И в следующий раз, когда вы будете забываться с некоторыми женщинами, вы невольно вспомните, что есть девушки, которые не только заслуживают, но и требуют к себе уважения. Не обращайте. Вот так положение. Тарича было три невесты, теперь ни одной. Ну что, решился, сынок, с кем поздравить? Да ни с кем, отказала. Кто отказал? Катенька? Да нет. Может быть, Машенька? Да нет же. Ну тогда кто? Настенька? Александр Васильевич! Что это такое? Я слышала, что вы делали приглашение Екатерине Ивановне. Вы оскорбить меня хотите? Так я вам скажу, не получится. Не получится. У меня есть брата в Кавказе. Так вы с ним не разделаетесь. Я прямо не понимаю, о чем вы говорите. Мы хотели подшутить над моими чувствами. Я маменька. Мария Петровна! Да? Я у вас в комнате платочек забыла. Извольте получить. Сейчас принесусь. Вот вовремя, что. Извините за беспокойство. Ну, да вот его тут не оставлю. Александр Васильевич! Что я сейчас узнала? К Марии Петровне сватаетесь. Это правда? Конечно, правда. Я все слышала. Вы знаете что? Я себя дурачить не позволю. Никогда в жизни. Я пожалую своему троюродному брату. Он вас найдет. И вы будете драться с ним на пистолетах. И он вас убьет. Непременно убьет. Катерина Ивановна. Катерина Ивановна. Извините. Вас маменька просит. Явилась. Пройдемте. Я вас проведу. А уж двоем точно не оставлю. Видишь, батюшка, что за ситуация. Молчи, Саша. Молчи. Я думала, вы уехали. Настасья Павловна, я иду. Я еду. Настасья Павловна, понимаете? Тут дело в том, что... Александр Батюш, так вы объяснитесь. Так что здесь вообще происходит? Это должно объясниться. Как это так все произошло? Меня дядя сенатор. Чего вы вылупили? Скажите что-нибудь. Вы только что сватались к моей Машеньке. Вы сватались к моей Катеньке? Нет, Машеньке. Саша. Батюшка. Саша. Что случилось, батюшка? Все, Саша, лопнул. Кто лопнул? Лопнул. Да кто лопнул-то? Да Тамбов лопнул. Тамбов? Саша, да нет. Нет. Присядь, батюшка. Присядь, присядь, присядь. Откуп, Саша. Откуп Тамбовский лопнул. Ты понимаешь? Мы остались ни с чем. Все откупы полетели, слетели, все. Две деревеньки, да и те сволотка. Ну, слава богу, батюшка, я думал, с тобой что приключилось? Да он благородный человек. Да, такой неприятный контр-дак. Контр-дак, маменька. Да какая разница? Ах, бедная Катерина Ивановна. Ах, бедная и несчастная Мария Петровна. Ну, не пила. Сын ваш молод. Сейчас он поженится на Марии Петровне. Что? Да уж и нет. Александр Петровосевич, господи, ты боже мой. Да он же к вам сватался. Да объясните вы мне в конце концов. Кто выходит за моего Сашу? Ну, нам жучих женихов не надо. Потому что, конечно, не я. Не, не, не я. Точно не я. Я его попросу. Тогда уже спать. Вы голубушка. Да нет, батюшка, она-то мне и богатому отказала. Теперь я и сватался, да не смею. Что я? Не понимаю, как ты поработала ради меня на своем веку? Что я? Чурбан какой? Стул? Пойду куда угодно. В сапож. В журналисты. В подмастерье. Люди добрые. Люди добрые. Может, есть местечко. Человек, я не глупый. Не глупый. Оправдаю. Право оправдаю. Культуру, да. Саша. Пойдем дальше. Ходим сами по себе, а не передачи к нашим деньгам. Пойдем. А, Василий Петрович, так расскажите, ну как же это с вами могло произойти-то? Погодите. Я виновата перед вами. Это мной? Да. Дарья, я обидела вас, не зная о том, какой вы благородный человек. Молчите, молчите, опять сердце кувыком пойдет. Погодите, Александр. Сейчас во мне столько гордости, но я готова подать вам своими. Дочь моя, обними меня. Обними меня, дочь моя. И ты, сынок, обними меня только в последний раз. Я тебя прошу. Ах, ну так, Василий Петрович, ну так вы расскажете, ну как это могло с вами так произойти-то? Оно-то, конечно, могло произойти, но... Но... Не произошло. Что? 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 Я уже как два года рассчитался со всеми откупами. А два миллиона, так уж и быть, пойдут Настеньке на булавки. Что? Что? Да у меня елька, сенатор. А то что такое? Какова Настя! Какова Настя! Какова Настя всех провела, всех вас провела! Сама, ведь догадалась, догадалась! Сама, отказницы, я буду Sterloky! Вот уж сиротку приютила, а она ко мне... Обманула, обманула всех. Сейчас все будут думать, что виновата я! На что? Я вынуждена отрезаться от своего слова. Правильно? Погодите, голубушка... Погодите... А кто говорит давечу, что слово свято, и его нужно держать? А мы веселым пирком за свадьбу! Субтитры подогнал «Симон»